...разделяет этот успех. Мы все четыре матча показывали. Ну, один, правда, транслировался только на YouTube, а три полноценно в эфире, и дальше мы планируем транслировать. Но это, тем не менее, не избавляет вас от необходимости прийти и поболеть живьем. Ребят, я очень надеюсь, что, видя, как наши парни стараются, что вы не только у экранов телеприемников, но еще и здесь, на трибунах. Это вот то, что лично меня пока огорчает в стартовавшем сезоне МКЛ. Такие классные победы, такие классные боевые игры у наших ребят, а за ними вживую наблюдают, ну, сколько там, сотня, полторы людей. Это очень мало. И я надеюсь, что со временем вы все-таки будете изыскивать возможности. Здесь есть на что посмотреть. Здесь действительно характер, здесь парни бьются. И я лично просто восхищаюсь ими. Дай бог, чтобы многих из них ждала продолжительная хоккейная судьба, хоккейная карьера, чтобы пополнили некоторые ряды профессиональных подших команд. В первую очередь, конечно же, Таурга Магнитогорского. Вот пока еще лисы проиграют по нашей нарезке. А я тем временем скажу вам, что ближайшие матчи на выезде и очень тяжелые предстоят. Магнитогорской молодежке. Вот пятен мог замыкать. Да, на выезде в Екатеринбурге с авто и в Уфе с толпаром. Крайне серьезное испытание. Очень тяжело будет набирать очки. И сколько бы ни привезли с этой поездки, все будет очень достойно. Потому что и авто, и толпар это очень могучие соперники. Ну, а дома мы увидим лисов теперь. Вот этот момент, да. Шешин, Баранов и 1-1. Браво, парни. Да, дома мы увидим уже в конце сентября нашу команду 26-го и 28-го. Лидер Востока прошлого сезона Мамонты Югры. Следите за нашей программой. Следите за анонсами. Но на всякий случай себе уже такую заметочку, зарубочку сделайте. 26-го и 28-го сентября. Ближайшие матчи молодежки. Ну, а Металлург тем временем, вот как раз примерно часа два назад отправился в Челябинск, где завтра сыграет с Трактором. Прямую трансляцию этой встречи смотрите в эфире ТВИН. Во вторник в 18 часов 50 минут. Затем будет поездка в Балашиху, где квартирует в нынешнем сезоне Омский авангард из-за проблем с домашней ареной. В Балашихе матч начнется, соответственно, в 20 часов 50 минут. Поскольку московский часовой пояс. Вот он победный гол Никиты Рожкова. Сработало сегодня снова у нас и первое звено, и второе видоизмененное. Да, будем желать удачи и главной команде Магнитогорска, очень непросто ей придется, и нашей молодежке. Металлург вернется домой в конце недели, и в субботу сыграет дома с Трактором. Эту прямую трансляцию вы увидите в нашем эфире, соответственно, в 16 часов 50 минут 15 сентября. Ну, а сегодняшнюю трансляцию организовала и провела для вас бригада телекомпании ТВИН. Во главе с режиссером Максимом Пуртовым. Ваш комментатор Павел Зайцев. Продолжаем наслаждаться последними эпизодами матча. И еще раз от души поздно.